Я в тренде, мы в тренде, вы в тренде, что там, что там, я в тренде, мы в тренде. Всем привет, это программа «В тренде», с вами Анна Белкина. Сегодня речь пойдет о книгах. Латинская «либер» означает «лыка, снятую с дерева кору», на которой делали всевозможные записи. Русское же слово «книга» родственно тюркскому «кюин», происходящему от китайского «дзюань» – «свиток». Какое чтиво предпочитают наши дни? Об этом чуть позже. А сейчас немного истории. Я в тренде, мы в тренде. История возникновения книг на Руси начинается с новгородских берестяных грамот. В 863 году произошло величайшее событие. Была изобретена славянская азбука, создателями которой стали братья Кирилл и Мефодий. Официальная история книжного дела на Руси началась в 1057 году. Первой рукописной книгой, написанной на кириллице, является «Астромирова Евангелие» на пергаменте. В московском государстве книгопечатание возникло в середине 16 века, в годы правления Ивана Грозного. Кстати, его считали одним из лучших писателей и ораторов своего времени. В конце прошлого столетия читатели предпочитали фантастику, детективы, криминал. Настоящей звездой эпохи был Джеймс Хэдли Чейз. Отдельным подведом литературы стала новелизация голливудских шедевров. Наверное, не было ни одного успешного фильма или сериала, который не перенесли бы на бумагу. Книжные прилавки были забиты всякими рэмбо, терминаторами и хищниками. Были также рабыни и зауры, с богатыми тоже плачут. А вообще на первый план вышло видео. Просто накрыл вал пиратских боевиков, ужасов, комедий и мелодрам. Когда что-то читать. Сегодня все наперебой твердят о кризисе книгоиздания. Причина появления компьютера и интернета, которые сделали большую часть содержащихся в книгах информации, доступной в электронном виде. Возможно, не за горами полная оцифровка крупнейших библиотек, которая сделает ненужным их посещение живьем. Так читают ли наши современники? Сейчас узнаем. По словам работников библиотечной системы, в двухтысячных люди читают. И по-прежнему много. Несмотря на доступность электронных книг, многие возвращаются в библиотеку, что не может не радовать ее сотрудников. Например, в почете нынче детективный жанр. Пришел тут на днях молодой человек. Ну, как молодой? С радостью пришел, сказал, что он выходит на пенсию. Мне 45 лет. Хочу почитать советские детективы. Там, говорит, все... Ну, действительно, советские детективы отличаются от детективов и зарубежных, и нашего времени. Нет столько крови, грязи. Ведется расследование, читать. Ну, интересно. При этом нравятся читателям и современные авторы. Франк Телье, Пьер Леметер, Джон Гришем, Стивен Ларсон. До сих пор читают Александру Маринина, Бориса Акунина, Агату Кристи, Артура Конан-Дойля, Эдгара По и Чейза. Кстати, в библиотеках в рамках акции «12 месяцев для чтения» в феврале объявлен царством детектива. Есть, конечно, и специальная литература, все интернет-ресурсы нам в помощь. Мы следим за этим, и поэтому мы все с гордостью говорим, что фонд, по крайней мере, апатитской библиотечной системы достаточно силен и интересен. Новый роман Алексея Слабковского «Неизвестность» охватывает столетия. Жизнь семьи с 1917 по 2017 год. Ольга Васильевна советует почитать, особенно молодежи. Произведение романа Сенчина о том, как древнее село попадает под затопление в результате строительства электростанции. По словам Ольги Базаровой, хотя читать и не особо весело, но это чтиво для ума и для сердца. А еще сейчас очень актуальна тема бродящих животных. Алан Лазар, бродяга. Пес беспризорный от лица пса. Ведется рассказ, как это он все переживает и как ему приходится с чем сталкиваться, от кого убегать. Как будто, наоборот, приноравливаться. Ну, вот такой потерявшийся пес, который хочет рассказать о себе. На волне популярности сегодня телеведущий Игорь Прокопенко. В библиотеке есть его книга. Это вот «Незримая война». Все его знают, этого телеведущего, журналиста. Интересные передачи, факты, цифры. Ну, вот у нас есть такая книга, которая, в общем-то, не стоит на месте, но ее всегда можно получить. Я сразу хочу сказать, что на книге у нас очереди на некоторые, на многие, не на некоторые, но всегда можно записаться и получить. На слуху книга Элена Ферранте «Моя гениальная подруга». Это рассказ о двух девочках, которые дружили, и как вот, чем все это вот заканчивается, их дружба, кто кому чего должен. Хоть и говорят, что не бывает женской дружбы, но мы-то с вами знаем, что неправда все это, да, что это действительно очень интересная книга, и стоит ее почитать. Востребованный семейная сага «Свечка» Валерия Золотухи, «Цена нелюбви» Лайнел Шрайвер. Главная героиня живет в достатке, купается в изобилии, но вот к 30 годам она решает, что ей нужен ребенок. А нужен ли он этот ребенок ей? Книга очень заставляет задуматься, и я думаю, что стоит ее почитать и как мужчинам, и так и женщинам. Дети – это наше будущее, они должны расти в любви и быть желанными. Взрослые часто приходят с детьми и даже внуками, поэтому для юных посетителей отдельный стеллаж. Здесь для детворы и приключения Буратино, история Маугли, Карлсона и, конечно же, сказки. Я вот настоятеля рекомендую нашим взрослым, родителям, бабушкам и дедушкам, почитать сказки самские. Вот «Семилетний стрелок из лука». Вот проверьте свои библиотеки, она у многих есть, почитайте. Если нет, приходите к нам. Пусть наши дети знают легенды нашего края, наших хибин. А есть и немало взрослых, которые интересуются историей нашего края. Ну вот есть такая хорошая серия «Сибириада». Тут попался у меня «Вечный зов», но тем не менее, кроме «Вечного зова» здесь очень много всяких разных авторов. Есть и «Черноводья», «Харбин». Вот такие книги тоже пользуются спросом. Ну, читают. Читают и с большим интересом. Очень много литературы про Великую Отечественную войну. Вот такая серия «Артем Драбкин», я помню. Очень много. Сейчас я смотрю, идут по звезде еще и фильмы, поставленные по его сюжетам. Это и танкисты, и летчики, и разведка, и пехота. Очень много. Есть книга, которая рассказывает об истории и создании бессмертного полка. Есть что читать? Приходите. Будете в тренде всегда. Главное читать, не важно, что вы читаете. На сегодня это все. Не важно, какую книгу вы решите выбрать – ультрамодного современного писателя или старую добрую классику. Главное, чтобы чтение было в радость и приносило удовольствие. Оставайтесь всегда в тренде. До встречи. Я в тренде, мы в тренде.